всех приветствую второй выпуск как бы продолжение предыдущей предыдущей темы в особенностях питания карпов так вот в последнее время я не столько информацию собираю до ловлю фидоров сколько уже анализирую вот о пользе анализа да вот когда я был практик на все 100 вот сколько я рыбалок на том водоем про который рассказывал провел да и только спустя несколько лет до меня дошло до меня дошло так как на том водоем на ловить рыбу вот у кремния потерял я бы съездил на тот водоем но он был я там три года назад и был полный глушня поворот с местными прошлись электрики выдаем слона вымер я не знаю что там изменилось за три года до сетями там раньше баловались ну вот о чем рассказывал да и последний рыбалка ставит сети местные жрать что нечего я еще могу где-то понять душе там как он гастарбайтера да который действительно на пропитание себя добывает таким образом хотя тоже не есть хорошо но когда вот может как-нибудь и свежим и еще вот да вот анализ вот смотрите информация от сергей орлов многолетняя многолетнего тренера сборной россии по фидору чемпион мира 11 год вот когда он рассказывал о ловле леща он раз говорил что не надо кормить точно потому что если толпа леща придет то ему надо что-то там говорится давать кушать да то есть с точки зрения логики казалось бы ну да так оно должно быть чтобы был простор с другой стороны сергей попов да не менее известный уважаемый человек тут вот в июне месяце килограмм сорок нахрен начал в этом братьево и он говорит наоборот при ловле леща надо кормить точно но сказал что если пустая до прикормка ничего страшно все там вы промахнетесь вот именно животиной надо вот кормить точно середа тут какой-то веке он наловил рыбы и из-за того что у него проблемы с забросом и фидером он кормить не может он то берет карповое удилище для этого с руки то с рогатки вот у того метода какая закормить с руки причем опять же да чисто сыпуха там неважно собственно говоря большая точность не нужна но вот когда он берет все-таки фидер в руки и начинает добавлять в кормушку животные компоненты то вот там уже говорит надо кормить точнее то есть какие мысли да если от тема тыс то как раз вот подход возможно середы да как ни стран самый правильный то есть цимис чем как мне кажется то есть когда там довольно приличная площадь с кормом да вот именно пустым кормом но если то я леща подошла вот она там один лишь тут питается другой там и прочее а вот сам это вкуснятина самая вкуснятина должна лежать точно пусть это даже там не животные компоненты там даже кашу там или еще четко то есть самое ценное что прикормки должно лежать точно с ими с чем до чтоб самая активная рыба до самая сильная особь который имеет приоритет в питании чтобы она как раз чтоб на говорят там где ваш крючок с наживкой и чтобы вот эти особи то были как раз именно рядом с крючком чтобы быстрее нашли наживку сфиль ну леща я давно не ловил ну опять же ребят даже вот эти вот пустые рыбалки они к определенным выводом приводит надо дубинить что надо подольше задерживаться на водоеме и прочее не тупо сидеть выжидать да хотя порой но тяжело когда мелочь клюет одно когда вообще ничего не клюет ну заставить себя там бегать по этим дистанциям и без толку кидать это очень тяжко вот вернемся к теме собственно говоря продолжение вот зависит именно питание рыбы от температуры да в тех водоемах особенно там где ярко выражены перепады глубин где стояк вот именно о таких водоемах идет речь понятно не надо думать даже только от этого зависит вполне возможно от других там от давления счет чего-то я уже об этом говорил это дело тоже надо анализировать и собственно говоря не только анализировать вести записи при каких условиях проходила ловли на какой глубине как о рыбе прочее 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 и вот кстати говоря очень интересный момент да вот как раз сергей попал когда леща наловил вначале у него там штуки три платвички потом подлещик потом лечь покрупнее потом сазан клюнул вот опять же да да даже вот когда рассказывал прошлом ролике прошло несколько дней а еще мысли по эту тему в голову пришли у меня какая ситуация да вот повторюсь какое-то время там причем видимо все таки зависит от температуры воды чем быстрее прогревается тем берега тем быстрее плотва выходит берегу но вначале подходит плотва мелкая вот такая сразу крупнее плотва не подходит через какое-то время через какое-то время на кукурузу начинает брать плотва крупнее вот яркий пример попал я там на том водоем как в начале мая на жор платвы махлая удочка перловка заброс поклёвка причем приехал я обед не до после обеда закормился и где-то с 4 до 7 заброс поклёвка рыбы заброс поклёвка рыбы потом ушла то есть вода май еще не очень жаркая погода солнце светило вода у берега нагрелась потом к 7 часам начинает вода остывать и видимо плотва уходит на глубину утром встал закормился просидел где-то брать не буду ребят по 8 пол девятого сейчас может быть залезу свяжу в память и у меня этот отчет в одном из роликов есть и вот опять как тумблер и тут же заброс поклёвка плотва заброс поклёвка плотва но мелкая часам да где-то к 11 на кукурузу пусть пореже естественно пореже да то что я не так много уже начала брать плотва засольного размера но я честно говоря в 12 собрался уехал бы полторы сотни латвиц даже на легкую маху удочку это это та еще работа вот и самую жаркую погоду в самые жаркие дни в самые жаркие дни именно вот в обед где-то там 12 до 2 а может быть до 3 я точно не засекал на мель выходит собственно говоря крупный лещ то есть к чему я вот на это опять зато внимание повторюсь температура тела рыбы зависит от температуры воды чем температура тела карповых выше тем активность рыбы выше потому что пищевод сокращается быстрее и соответственно быстрее переваривание пищи происходит и понятно да чем рыба мельче тем остывает и наоборот нагревается тело у нее гораздо быстрее чем у рыбы крупный поэтому такая вот четкая закономерность да что у сергей попова в том ролике что вот в моем случае вот про которую рассказывал и вот почему я воскресенье начал разобрал питер и начал пытаться ловить рыбу точно говоря прибрежной зоне потому что там течение слабо потому что был довольно жаркий день и были мысли как раз то что рыба подойдет ближе к берегу потому что вода там просто прогрелась ну показал дальше в таких условиях рыбу поймать просто нереально где она там бегать может она и не уходит никуда но питаться когда у тебя там над головой жиг-жиг к чему рыба не привыкла она видно не хочет вот было затишье да уклейка подошла опять эти начались покатушки на этих гидроциклах все рыбы нет вот собственно говоря что касаемо дополнения тому о чем я рассказал в предыдущем ролике на эту тему и так уж до кучи напоследок да про анализ вот сейчас в районе речного проезжал пруды не на как не называется парк дружба вот и вспомнил что соседка мне на днях говорила что мужики там сидят ловит рыбу и много народ сидит и вот я решил прогуляться один рыбак сидел ловил на мох удочку карася тут же информация какая рыба проточного дома или нет говорит откуда-то воду качают подают и где-то вытекает то есть выдаем проточный соответственно рыба всяко-разно и вот опять же да прям возле берега во первых кучу вот такой вот этой верховки то есть надо быть готовым к тому что если например ловить на фидер то могут быть проблемы и надо будет решать проблемы как избавиться собственно говоря от этой самой пирани я уже прошлом году попадал такой водоем ловить невозможно чтобы ты на крючок не повесил цепляется вот такая вот гадина то есть либо прятать наживку как кончик крючка в наживку то ли кормушка грубо говоря да там с краю как-то это прижимать прятать либо может быть даже стоит попробовать купить кормушки для флета попробовать на флэт то есть но вот надо быть готовым вот к такому поворот событий что придется не бороться узнал окунь подлещик карпик даже белый амур есть в общем рыбы всякое разное подлещик на 750 поймал то есть подлещик попадается довольно крупный а и видел еще вот прям прям возле берега вот такой вот карасик прям я иду там бетон и собственно говоря карась отплывает утки смотрю местный народ кормит хлебом то есть помимо мотыль опарыш я бы взял червяк потому что карась сами понимаете рыба какая перловка кукуруза и хлеб то есть всегда надо когда вы какой-то водоем для вас неизвестный попытаться понять какой собственно говоря корм у рыбы там естественно так вот уже не раз говорил да вот городские пруды городские пруды да где кормят хлебом уток где рыбаки часто кормят и ловят на хлеб хлебушек даже при ловле фидером вот был я на таком пруду за прошлые выходные я с собой хлеб брал ну для тех кто кому интересно кто не знает как туда я не пробовал прижимать говорят вроде как тоже держится но у мешание крупиного есть ролик на канале где он рассказывал и кстати мешание вот иногда ловит как он горит на булочку вот то есть если двух словах делается элементарно только хлеб надо покупать не вот этот резанный он довольно тяжело слепить он какой-то не знаю как назвать хрупкий нехрупкий сыпется очень обычный заводской батон вот то есть корочку убираем отрезаем кусок хлеба корочку убираем и скалкой раскатываем покупаем шприц 5 миллиметровый диаметром отрезаем вот эту часть ровненько где и волка и просто-напросто вот так набиваем его то есть получаются такие вот кругляшки плотные я проверял на крючке держится шикарно то есть вот вам да то есть выдаем еще толком не знаю но уже какая информация есть видел что есть заросли вот осталось собственно говоря фидером прогуляться поискать какие-то перепады глубин если они или нет потому что опять же выдаем ну при том что он что он проточный но стоящий да то есть я думаю что и тут зависимость от температуры будет видно очень очень отчетливо посмотреть если место но если там не толпой ехать да а мне одному а может быть и пробью устроить совместное выяснение как будет желать вот если найдется место где травы нет что не будет мешать то вот пожалуйста кто хочет потренироваться в ловле некрупной рыбы да недалеко от дома вот мне например буквально не знаю там километров 6-7 город рассказывал вот этот местный что какие-то олухи по ночам ставили сеть ну то что я слышал получили ребят так что один не выжил после этого то есть скорее всего бракуш нет электрики уж точно вряд ли в этом выдаем присутствует и рыбы собственно говоря есть но вот как-нибудь ближайшее время наверно посещу этот водоем если найду место где найду место где можно лайк фидеров и пасм посмотрим вот мужик вчера сказал что поймал 28 карасей всяких разных а все ничего ну него по моему кроме хлебник какой ни наживки ни нахваток не будет ну вот грузить прекращаю в принципе хотел рассказать рассказал и даже рассказал много больше того что хотел ну как всегда надеюсь что кому-то было интересно меня начать совсем пока но д д д Субтитры подогнал «Симон»